Ребята, всем привет! Привет, ребята! Вика, скажи всем привет! Привет! Итак, сегодня мы будем готовить шашлык плюс овощи гриль. В общем, увидите. Пикничок такой будет. Взяли шейку свиную. 2,5 килограмма. Вот такой кусочек. Сейчас будем разделывать его. Резать на кусочки, на порционные. Но я покажу потом на какие. И мариновать. Это первым делом. А потом займемся нашими овощами. Это свиная шейка, ребят. Кстати, шейка подходит лучше всего для шашлыка. Потому что она такая, чуть-чуть жирком. И как бы, ну, шашлык не будет сухим. Но еще маленький секрет, чтобы он не был сухим. Но вообще мясо, если выбираете для шашлыка, именно из свинины, то выбирайте шейку. Это как бы твой рецепт шашлыка? Шашлыка это мой, ребят, рецепт. Я как бы, нет. Кое-что я тоже там из определенных источников посмотрел, но это будет фирменный рецепт. Фирменный рецепт, Олег и Сленя. Можно так сказать. Так, ребят, порезали. Ну и вот, кусочки примерно ну, примерно со спичечный коробок, образно говоря. Чуть, наверное, побольше. Вот чуть поменьше. Ну, главное, слишком крупные не делать. Ну и не мельчить, потому что оно в сухари превратится. То есть вот так вот порезали. Понятно. Что дальше, Олег, вынялся? Дальше готовим маринад для нашего шашлыка. Сейчас будем, вот, подготовили на 2,5 килограмма, ребят, 6 лука. Можно 5-6 средних луковиц. Примерно. И в чем фишка, я, кстати, недавно узнал, то, что раньше я лук, допустим, резал полукольцами или кольцами и клал туда. Но он не давал такого эффекта. Лук вообще, луковый сок размягчает мясо. И для этого мы сейчас лук прямо в блендере весь перемелем и всей этой массой будем... То есть там сок будет. В этом тоже, как бы, есть фишка такая. Так что пока на половинке. Сейчас в блендер пустим. Заложим наш лук. Вика помогает. Пока там... Хотя, пофигу прокрутить. Особо много тоже забивать не надо. Давай пока так. Да, нормально. Я думаю, вон. Каша попросила. Класс. Ребята, сейчас добавляем оставшийся. И там вообще сок сразу пропитает наше мясо. То есть мясо будет мариноваться. Ему надо будет там вместо двух-трех часов буквально полчаса, ну, час от силы. Пока мы до гаража идем. Мясо свежее, да. Сейчас. Закроем, ага. Вот так, ребята. Смотрите, что получилось. Пюре. Ага. Теперь мы берем... Сейчас. Пюре из лука. Сразу же сделаем. Лимон. Добавляем сок лимонный, да. Выдавливаем просто половинку лимона сюда. А зачем? А лимон тоже, он как бы смягчает мясо. Мясо будет вообще нежное. Лимонный сок. Так, теперь добавляем... Ребят, где-то 5 столовых ложек масла. Совсем немножко. Масло объясняю, для чего добавляю. Для того, что приправы, вкус приправ, он вообще лучше всего с маслом раскрывается. Вот прям сверху у нас так маслятся. Теперь берем 4 перца приправу. Здесь красный, белый... Так, забыл уже. А, черный, белый, зеленый, розовый. Добавлять надо порядка, я думаю... Он острый, кстати. Ну, порядка чайной ложки, я думаю, хватит. Потому что мы еще красного немного острого добавим. Ну, кстати, свежемолотый перец, хотел сказать, он намного имеет вкуснее аромату. Запах прям, чувствуешь, пошел? Иман, нет? Да, немного. Так, теперь мы добавляем чайную ложку кориандра. Вот так. Кориандр, да. Уже молотый. Он бывает, ну, в семечках, но это молотый, потому что у нас с пакетика. Паприка? Да, паприка. С паприкой не бойтесь переборчить, это сладкий перец. Он только вкус придаст и как бы цвет. Столовую ложку высыпайте смело на такое количество. Большую причем. Да, даже с горочкой. Так, соль. Соль крупная. Соли, как обычно, жмейню. Вот так вот, ребята. Ну, тоже порядка ложки. Я просто боюсь перецам, пересолить. Так. Можно было бы добавить зиры, но зиры у нас нет, чуть-чуть. Так, на этом, я думаю, все. Теперь закрываем все это дело. Перемешиваем. Ого, как цвет поменял. Получился вот такой, ребята, маринад. Луковый, со специями, с солью, уже все перемешано. Вот наше мясо. Просто все это выливаем. На наше мясо. И 2,5 килограмма мяса и 5 луковиц, да, основное? Да, 6. 6. Вот. И теперь мы все это дело тщательно перемешиваем. И не надо сюда добавлять ни минералки, ни уксуса, ничего. Уксус только сушит мясо. Все хорошо перемешиваем, чтобы все куски. И полчаса, ребят, ну, час это максимум. Ваш шашлык промаринуется, это 100% гарантия вам даем. Потому что лук здесь, ну, сок луковый уже практически, а не лук. А, у меня глаза начало резать. От лука. Все. У меня, кстати, тоже хороший лук. Все, ребят. Теперь сейчас все это обернем пленочкой. Ой, блин, глазом у меня тоже вообще. Заматываем пленкой, готовимся нести в гараж. Да-да-да. Вот так, пока отправляем в холодильник, ребят, мы сейчас еще овощи кое-какие замаринуем. Сейчас натираем чеснок, ребят, меленько, на самой мелкой терке. Вот у нас грибочки, шампиньоны. Сейчас будем мариновать шампиньоны. А потом их тоже в решетке будем жарить. Ну, видите, вот это вообще, это фирменное блюдо. Я думаю, вы даже такого в интернете не найдете. Ну, попробуйте. Если будет интересно, поищите. Я думаю, что вряд ли вы найдете. Ну и вот, здесь вообще все будет банально просто. Сейчас. Сколько мы головок-то почистим? Четыре крупные головки. Чеснок хороший. С Ростова нам его привезли. Чеснок настоящий, не китайский. Такс. Берем блюдо. Кидаем сюда шампиньоны. Здесь, кстати, есть, кому интересно, полкило, 500 грамм. Ну, такими упаковками они продаются. Полкило. Обязательно укропчика. Ну, пол пучка возьмем. Мелко натерли чеснок, да? Теперь укропчик. Тоже меленько режем. Вот так вот. Видите, как получилось? Все, теперь берем универсальную приправу для всех блюд. Диман, какая универсальная приправа для всех блюд? Не знаешь? Нет. Майонез. Так. Теперь заливаем вот сюда майонезик. Ну, пол пачки. Чуть больше даже. Ну, пачка маленькая. Такс. Засыпаем укропчик. И наш чесночок. Такс. И чуть-чуть присаливаем. Вообще чуть-чуть. Если в ложках, не знаю. Треть чайной ложки, я думаю. И так же перемешиваем. Все грибочки снизу поднимаем и обмакиваем вот в этом нашем получившемся соусе. Так сказать, можно. Кстати, этим грибам мариноваться практически вообще не надо. Нарезать их не надо, да, Олег? Нет, целиковыми. Ну, если нет. Если крупные, допустим, бывают просто шампиньоны совсем крупные, то их можно, допустим, пополам, ну, вдоль распилить. Так, ребята, запах чеснока идет. Ну, вкусно пахнет, в принципе. Почти как готовым блюдом. Ну, что, вот так вот мы сделали. Все это перемешали тщательно. И этому мариноваться вообще достаточно, там, не знаю, минут 20. То есть пока мы донесем все это до места, это уже все будет на 100% готово. Это второй шаг был в нашем сегодняшнем рецепте. Ребят, следующее. Берем баклажанчики и цукини-кабачок у нас есть. Режем на кусочки, на кружки толщиной сантиметр, приблизительно. Плюс-минус, но режем по сантиметру. Такие кружочки делаем. Тоже тут, в принципе, никаких секретов нету и никаких фишек новых я для вас не открою. Хотя, может, для кого-то и открою. Сейчас увидите. В общем, режем. У нас 4 баклажана и 1 кабачок. Просто, как бы, вы рассчитываете на свою компанию и, во-первых, кто что любит, понимаете? Вот, допустим, баклажан тоже не каждый любит, поэтому тут рассчитывайте все ингредиенты, в том числе и мясо. Да, это с чем угодно, можно сказать. Мы взяли 4 баклажана и 1 кабачок. Так, кружки толщиной по приблизительно сантиметру, ребят. На глаз делаем. Кстати, кабачок и баклажан, я считаю, это практически один и тот же овощ. Поэтому мы их будем мариновать вместе. Я думаю, ничего там, никакие вкусы они друг другу не передадут. Это то же самое. Итак, ребят, нарезали кружочками наши овощи. Уксуса добавляем. Ребят, на такое количество, просто для остринки, примерно 5 столовых ложечек. Просто вот так сбрызгиваем. Нет, даже 3, я думаю. 3 будет достаточно. Уксус обычный, 9-процентовый. Или процентовый. Некоторые используют там винный, яблочный. Но просто у нас не оказалось такого под рукой. Поэтому... Нет, давай 4. Среднее. Просто овощей тоже много. Так, сбрызгиваем все. Дальше добавляем наш чесночок. Здесь 3 головки мы потерли мелко. Тоже сейчас все будем перемешивать. Ну так, постараемся, чтобы было равномерно. Сюда же немножко перчик. Сейчас перемешаем, потом добавим. Потому что... Пока вот так. И солится чуть-чуть. Соли тоже, ребят, ну на глаз. Пока что, сейчас я вам скажу, где-то... Ну где-то треть чайной ложки. Потом еще не больше. Сейчас все это перемешиваю. О, запах уксус пошел. Кстати, вот овощи уксуса не боятся. Наоборот, овощам как бы это просто остринку придает. Ну в принципе, ну не только овощам и мясу. Но мясо сохнет от уксуса. Поэтому в шашлык вам добавлять его не советую. А, и давайте, знаете что, ребят? Кстати, забыл. Добавим ложечки 3 подсолнечного масла. Просто они и жарятся будут по-другому немножко. И гореть не будут. Вот такие эластичные. Три ложечки, в общем. Такс. Перемешали немножко. Теперь берем еще немножко перчику. Совсем чуть, но это на вкус. Любите поострее. Добавляйте больше. И так же сольцем присаливаем, чтобы со всех сторон как бы даже много. Ну нет, нормально. И все их вот стараемся натирать. И маслом, и чесночком, и солью, и перчиком. Чтобы они все у нас были как бы в этом маринадике. И чуть-чуть пропитались. Запах идет уже просто. Уже можно есть. Ну вот так как-то, ребят. Сейчас все это пересыпем в пакетик. А потом, Диман, это мы, знаешь, не сказали. Помимо того, что мы уже сейчас приготовили. То, что вы видели. Там на месте дальше. Мы еще сделаем перцы. Вот такие перцы, ребят. Объясню, почему мы взяли именно такие. Есть, знаете, вот болгарский перец. Это тоже болгарский перец, но небольшой. Есть вот такие вот здоровые, ну знаешь, да, салатные болгарский перец. Он просто, да, красный, желтый и зеленый. Он трех цветов всего бывает. Мы его не взяли. Почему? Потому что такой перец целиком, ну, не пропечется у нас никак. А порезать на кружки, допустим, его не получится. Потому что там кольца получится. А вот этот перец, мы как бы, я их помыл, все. И мы его им пронизывать целиком, ребят, с косточками, все. Просто мы их будем делать тоже на углях. Ну, можно будет подсолить, я думаю. Больше с ними ничего делать не надо. И еще, еще одна фишка у нас будет. Взяли вот такие помидорки. Правильно, я не знаю как. Черри это совсем маленькие, а это, наверное, тоже черри, но... Побольше. Покрупнее, короче. Два раза больше, чем черри. Да, вот такого размера, ну, видите, какого, потом увидите. В общем, мы будем брать помидорку, нанизывать на шампур, потом брать полосочку бекона. Ну, обрезать как надо, пополам, я думаю, примерно. Обворачивать наш помидор бекончиком и вот это все обжаривать тоже на углях. Ну, видите, должно получиться очень... Это я буду тоже первый раз делать. И это должно получиться очень вкусно и красиво. Так что вот так, что, трогаем. Ну, все, да? Идем в гараж. До встречи у мангала. Все, пришли в гараж, короче. Да. Вика на велике катается. А мы разжигаем костерчик. Сейчас уголь... Не, ну, пока костерчик, да, сейчас углей добавим. Я думаю, что начнем с мяса. С мяса и с баклажанов, наверное, да? Посмотрим. Ты как считаешь? Сейчас угли сделаем. Тольше всего, чему делаем? Я думаю, мясо. Ну, да. Овощи, в принципе, они чего их? Мы будем мясо на шампурах, а остальное, наверное, на решетке, да? И перцы на шампурах. Перцы там же будем целиком. Ну, да, да, да. А на решетке, да, все остальное. Ну, все, сейчас все достаем. И продолжим дальше. Ребята, угли у нас в самый раз подошли. Сейчас начнем с грибочков. Их мы кладем в решеточку. Таким образом выкладываем. Кстати, прошло... Сколько прошло, Димон? Час, наверное, да? С того момента, как вот мы их заделали. А то и побольше не было. Час, полтора. Полтора часа прошло. Полтора, да. Ну, может, час двадцать мы не засекали. Но дело не в этом. Я говорю, ребят, для их маринования достаточно 30-40 минут. Это вообще будет уже все отлично. Вот так вот выкладываем наши грибочки. Блин, запах чесночка. Укроп чесночка укропчика просто дает о себе знать. Вот как раз, смотрите, на нашу решетку, вот полкило у нас было ровно, да? Вот как раз они четко ложатся. Вот последний грибок я достаю. Все, ребят, вот это, ну, там осталось, конечно, ничего не надо смазывать и так далее. Закрываем. Вот, ребят, все. Ставим на огонь. Но это будет готовиться очень быстро. Быстро? Быстро. Я думаю, по... Ну, сейчас посмотрим. По три-четыре минуты с каждой стороны. Это настолько нежный гриб, то, что главное не прозевать. Угли у нас очень сильно раскаленные. Поэтому их можно... Это не мясо. Их переворачивать, вот они уже начинают. Как можно чаще. Ну, там, буквально секунд 30-40 прошло. Главное, чтобы они не сгорели. Ребят, вот у нас очень сильные угли. Мы специально сделали это для шашлыка. Сейчас следующий шашлык пойдет. Потом объясню, для чего сильные угли. Видите, как грибы у нас? Они румянятся прям сразу. И, в принципе, им нефига делаться. Шампиньон настолько нежный гриб. Это вам не белый, не подосиновик, не подберезный. Ну, две минуты прошло, и уже вот такой результат. Да, да, да. Каждые где-то полминутки, секунд 20, поворачивайте, если на сильных рублях. О, кстати, очень вкусно пахнет. Запах жареного чесночка скорее, да? Ну, и грибами тоже пахнет. Ну, да. Не, ребят, вот это блюдо именно попробуйте. Обалдеюсь, честно. Это даже вкуснее, чем обычный банальный шашлык. Главное переворачивайте. Я думаю, еще чуть-чуть эту сторону даже не надо. Нет, еще немного, и они вообще будут готовы. Итак, ребят, вот жарится. Ну, у нас очень сильный уголь. Жар, ну, то есть жар очень сильный. Просто почаще не ленитесь, переворачивайте. Кстати, видно, на каждом этом присутствует где-то чуть-чуть чесночок, укропчик. Ну, вот если приблизить сильно, даже любой гриб, смотри. Вот так. Ну, и здесь, я думаю, секунд 30-40 потеряем. В общей сложности, ребят, не больше пяти минут с двух сторон. Крутя где-то в минуту, там, два раза. Вкусно, Олег. И наши грибы, ты-то еще не пробовал вкусно? Нет, пахнет вкусно. Пахнет очень вкусно, да. Нет, это очень вкусное блюдо, на самом деле. Я не в YouTube, ну, реально, даже в YouTube я такого не вижу, что так делаю. Ну, и все, я считаю, надо снимать. Их тоже передерживать не надо, ребят, потому что, ну, вот так выглядит идеальный прожаристый гриб. Вот с такой корочкой. Дальше вот эта вот чернота, это уже лишняя. Все, Диман. Все, вынимаем. Отставляем просто сюда в сторонку, и сейчас будем вынимать потихоньку. Снимаем, ребят, наши грибочки. Диман, дегустацию не хочешь строить? Попозже. Давай сейчас все сделаем. Все вместе? Да. Зрители, смотрите, ребят, с них сок брызжет, это вообще... И на сколько они уменьшились? Диман, понимаешь, сколько полкило выглядело? Ну, да. И вот что стало, ребят, а гриб, он же водянистый, как бы, сам по себе. Консистенции. С него вся эта вода ненужная. Ребят, вот это полкило грибов. Тут даже, блин, у нас тарелочки пластиковые не набралось. Вот и все. Не съели ни одного. Теперь насаживаем шашлык. Да, ребят, кстати, насаживайте так, ну, старайтесь сделать такие куски, чтобы при повороте они у вас не проворачивались с шампура. Для этого, допустим, ну, вот, в первую очередь, чем шире шампур, тем меньше вероятно, что он у вас провернется. Ну, все, насаживаем, короче. И ставим не по одному, вот, знаете, я один насадил и прямо сейчас его ставлю. Нет, мы сейчас ждем, я просто померю. Вот так. Все вместе ставим равномерно, то есть. Вот один насадил сторонку. Там жарятся они так же будут. Ребят, насадили шашлык не весь, у нас просто попозже еще люди подойдут, но пока сейчас, чтобы горяченький был. Остальное потом, ну, сам процесс покажем. Сейчас наша цель, помахиваем, чтобы угли были максимальные. На максимальном жаре мы должны обжарить с двух сторон мясо для той цели, чтобы с него, чтобы не потерять сок. То есть до корочки. Вот сейчас обжариваем мясо с каждой стороны до образования корочки. А потом уже разгребаем угли и, ну, как бы на мелком жаре, на маленьком жаре, будем все это дальше доводить до готовности. Ребят, задали, короче, ему корочку, теперь угли разгребаем и на маленьком огне, на маленьком жаре дожариваем еще где-то минут 10. Ну, там посмотрим по готовности. Зато с него сок уже не выходит, понимаете? Вот. И вот еще приехал один дегустатор. Да не один. И еще один приехал, да. Юр, вот он. Серег, здоровь сейчас, ребята. Мы пока в тени будем этого видеть. Ярик, скажи, ребятам привет. Ярик разговаривает по-английски. Давай сейчас угли это разгребем, потому что иначе он будет у нас гореть. И вот еще пришла участница нашего прошлого видео. О, жарный, ребята, капец просто. Что, Олег, значит, отодвигаем угли, чтобы теперь на маленьком жару. Вообще еле-еле, да. Теперь, чтобы он доходил у нас, ребят. И теперь можно переворачивать как угодно. Сок не будет выходить. Может, чуть побольше углей подвинем? Не, ничего больше не надо. А, он жарится, кстати, да. Все отлично. А пока мы займемся, давайте с вами, знаете, чем? Баклажанчиками. И нашими цукини. Кабачок это семейство бобовых растений, которое предназначено для того, чтобы выращивать его дома и оккультивировать в домашних условиях. Понял? Это ты откуда знал, Олег? Это жизнь научила. Отлично вообще. Просто. Сжимаю решетку, ну, чтобы они у нас не колбасились там. Ну и все, ставим на угли и погнали. Отлично. Видишь, оно по шкваре? Вот теперь нам и все. Нам больше ничего не надо. Оно сейчас пропекается внутри. Оно не горит, ничего. Оно шкварчит по-ничуть. Минимум угля и все. Ребята, у нас еще есть помидорки, заранее подготовленные. Сейчас я вам покажу, что мы с ними будем делать. Тоже такая фишка, авторская, можно сказать. Берем помидорку, насаживаем, насаживаем вторую, третью, четвертую. Ну, допустим, сколько? Пять сделаем, да? Пять, пусть будет пять. Теперь берем бекон, нарезаем вот такими примерно долечками. Обворачиваем нашу помидорку. Вот так. Сейчас я попробую, я делаю тоже впервые. И вот здесь протыкаем зубочисточкой, чтобы он у нас никуда не делся. Вот так. И так поступаем с каждым помидорчиком. Так, значит, шашлычок жарится, кабачки жарятся и помидоры теперь готовим. Тоже способ такой оригинальный, ребят. Помидоры в беконе называется. Да, сейчас посмотрим, что из этого получится. Делаем впервые. Бекон, кстати, взяли такой постный. Поэтому лучше пожирнее брать, чтобы, ну, желательно один жир был. Тоже своеобразная фишка, ребят. И ставим также на огонь. Тут еще к нам идут народ. Толпа народа. Антон, кому ты хотел привет передать? Передай, пожалуйста. Я хочу передать привет своим друзьям из Инты. Грибабасу и Джону Крюгеру. Клюкеру. Клюкеру. Мне кажется, это самые продвинутые нормальные пацаны во всем ютубе. Им хоть видео не считается. Они вообще пришибленные. Все пока. Ну, что вы там ставили, не подходите? Спасибо, Антон. Ну, короче, у нас такая толпа тут уже. На запах, на запах. Все пришли на запах. Антон, что еще скажешь? Как тебе на первый взгляд? Ну, довольно-таки неплохо. А вы что, помидоры беконом, что ли, обернули? Да. Тоже здорово. Молодцы, старайтесь. Ну, а как? А довольно-таки неплохо, ты сказал? Это Люба говорит. Это Люба говорит. Все готовится? Своим все идет, с вами чередом, ребят. Одновременно готовится у нас три блюда. Оба-на. Пришла, люди уже, короче, все голодные, ждут. Толпа собирается. Таркует свои автобайки. Так, Олег, еще перцы, да? Последние, да? Ну, это уже будет, да. Это будет больше ничего у нас не осталось. Больше ничего нет, ребята. Перцы мы вообще не... Мы просто помыли, не мариналилили. Ну, потом присолим их немного, и все. Главное, у нас мясо идет. Вот просто жар идет. Вот такой, что изнутри уже оно пропекается, ребят. В этом фишка. Мы его обжарили с двух сторон, сок остался внутри. Посмотрите, будем резать когда. Все, ребята, все готово. Снимаем. Сервируем наш этот импровизированный столик. Так, лавашик расстелили на поднос. Да. Вот кусочки мяса. Сейчас мясо в одну сторону, овощи в другую. Ну, как бы, чтобы мясо прям сваливается, ребят. Я уже вижу, что оно прям просто. Дальше некуда. Еще будем сейчас жарить. Еще столько же, да? Да, еще примерно столько же. Вот, смотрите, ребят, даже на срез. Смотрите мясо. Вот только что получилось, я его прям полоснул сразу. То есть, главное, не передержать тоже. И вот фишка в этом, то, что задать корочку. Мясо поступаем следующим образом. Вот лучок беленький. Миленько порезали. Лучок. Это белый лук салатный. Тоже, кстати, с Ростова. Ну, ладно, признаюсь, тетя привезла. И укропчиком, ребята. А овощи не требуют никакого украшения. Абсолютно. Так, грибы еще, Олег, надо. Грибочки сейчас рядом. Ну, да, сделаем такое общее блюдо. А там кому что надо, по тарелочкам, кажется, он себе возьмет. Подожди, сейчас будет все готовить. Ну, как хочется. Перчики подходят. Ребят, помидоры просто давно готовы. Вот здесь будут у нас лежать помидорчики. Теперь не дам. Вот так. Перчики, ребята. Теперь баклажаны и цукини, ребята. Кстати, там еще и овощи, и все у нас есть, короче, чтобы пожарить. И мясо. Ну, да. То есть это мы сейчас пока делаем на одно блюдо. В принципе, еще он такой же получится, я думаю. А, единственное, грибочков не получится у нас. Да. И вот сюда уголок как раз я ставил. Давай, грибы, Олег, да? Кстати, горячие еще. И грибочки. Вот так, ребята, выглядит наше блюдо сегодняшнее. Не знаю, как назвать шашлык, не шашлык. Тут все вместе. Соль поставь на стол. Потому что, может, что-то не соленое будет. Я же ценю. Нормально. Соль вообще вредно. Блин, грибы попробуй, Ор. Грибы вообще пожимаем. Не по видео. Надо было две упаковки. Грибы крутят все. В телевизионных передачах самое приятное в конце это дегустация готовки. Ммм. Оба-оба. Ку, как я не понял, ребят. И обязательно надо вот так вот, когда ешь, так мммм. Вот так делать. Не, ну сейчас действительно все вкусно очень. Грибы мне вообще просто порадовали безумно. Сейчас попробуем баклажан. Вот с грибы могу ответить. Сами собирали. Ярик. Сами собирали. Это шампиньоны, е-о-о-о. Баклажаны одной, короче. Проси Олегу вон у нас. Баклажаны тебе не понравились? А что тебе понравилось, Антон? Грибы. Вика, как тебя? Я с грибом буду говорить, то. Супер. Вкусно. Давай попробуем. Ярик, что больше всего понравилось? Мне понравились грибы, я пока попробовал. А где тарелочки? И помидоры с беконом вообще тема. С мясом. Мне мясо. Мне грибы. Ну, грибы и мясо на равнозначной позиции находятся. А мне понравился лук. Овощи. Ну, блин, баклажаны, они для вкусовых консистенций. Лучше всего приготовить колбаску. Скушать их, конечно, не особо. И Олег еще очень хорошо сделал хлеб. Лаваш. Пек его в духовке. Я замучился, ребят, двое суток висел тесто. Сырое тесто, за хрена. А там выпекал, блин, порядка суток. Там дыр встал, да? Сейчас у нас будет вторая партия зажарки. Кабачки, патиссоны, да, говно. Вы это вырежете? Нет, ничего не будем вырезать, мы ничего не вырезаем. А ругательство? А мы не ругаемся. Нет, кстати, они должны быть... Нет, давай следующую партию доведем. Давай доведем, давай. Они будут вкусные, они же вкусные, ради бога. Просто, может быть, не задержали, я же не спорю. Никто не пробовал. Потому что это имха. Димаш, давай мне говорите. Ну, мне понравились грибы. Грибы, ага, грибы просто. Да, мясо тоже хорошее, ну, шашлык хороший получился. Кабачки я еще не попробовал. У нас, как бы, вечеринка продолжается. Видео мы заканчиваем. Все, до новых встреч, ребята. Да, ребят, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь, не забывайте о нас. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Дальше больше, ребят, сами знаете. Следите за нашими в следующем видео. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok